Пять ключевых направлений лучшие специалисты региона. Сегодня в Ярославле прошло первое совещание экспертного сообщества в рамках разработки программы «Новая экологическая политика», предложенной главой региона Дмитрием Мироновым. Она будет рассчитана на пять лет и поможет сделать Ярославскую область одним из самых чистых регионов России. Сюжет Сергея Курицына. Экологией в нашем регионе, по идее, давно надо было уже заниматься. Это чисто политический вопрос и он уже на сегодняшний день назрел. Сейчас вот мы здесь собираемся, разделимся по нескольким группам. Каждая группа будет прорабатывать в своем направлении. Областные депутаты, депутаты муниципалитета, ученые-экологи, руководители предприятий, гражданские активисты. Их уже более 70 человек, откликнувшихся на призыв губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова всерьез заняться разработкой концепции программы «Новая экологическая политика». В ее основу будут заложены пять ключевых направлений. Воздух, вода, лес и зеленое насаждение, обращение с отходами, а также экологическое просвещение. По каждому создана своя рабочая группа, члены которой в течение двух месяцев представят в правительство региона конкретное предложение по улучшению ситуации. Это некий аналог, экологический аналог «Десяти точек роста», который у нас принято в регионе. В рамках «Новой экологической политики» экспертным сообществом, учеными, практиками, активными гражданами, заинтересованными, будут разрабатываться новые подходы для того, чтобы мы могли скорректировать свои экологические направления правительства региона и заложить бюджет на 2019 год. Я вот в том числе вижу нововведения в законы, в нормативные акты, возможно, в областные законы, которые в том числе позволят нам ограничить ввоз мусора с других регионов для захоронения, цели захоронения. Я считаю, этот аспект одной из основных и ключевых, на мой взгляд, позиций в концепции, должен быть заложен в концепции «Новой экологической политики». Одной из главных составляющих «Новой экологической политики» должны стать законотворческие инициативы и экспертное заключение, выполнение которых позволит кардинально изменить экологическую ситуацию в Ярославской области. Помогать в этом будет и новое волонтерское движение «Экодесант», в ряды которого могут вступить все желающие ярославцы. Сергей Курицын, Константин Дмитриев, Новости города.